Народ, всем привет! Наконец-то это свершилось. GoPro выпустила обновление прошивки для камеры Hero 9 Black, в котором они добавили, вернули поддержку внешних микрофонов через вот этот их собственный адаптер USB-C на 3,5 мм. Прошивка вышла вчера, 17 декабря. Это уже спустя 3 месяца после анонса самой камеры. Камеру я еще не обновлял. Я прочитал новость о том, что уже этот адаптер работает. Кстати, я записывал видео о том, что были проблемы и адаптер не работал. Вы его можете посмотреть на моем канале. Сейчас проверим, какая текущая версия прошивки, в которой не работает микрофон. Сведения. А, не туда. Сведения о камере. Да, версия 1.22. Быстро убедимся, что микрофон здесь не работает. Подключаем адаптер. Подключаем микрофон, в нашем случае Rode VideoMicro. И ничего у нас не появляется здесь. В настройках, в модулях. Только модуль объектива Max и медиамодуль. Который нам в данном случае не интересен. Мы хотим использовать свой внешний микрофон, который намного будет качественнее. Того, который GoPro предлагает в своем медиамодуле. Так, вышла прошивка 1.5. В ней исправили эту проблему с микрофоном. Также добавили поддержку пульт дистанционного управления. Пофиксили HyperSmooth. Улучшили его. Улучшили GPS. Еще что-то там. В общем, все изменения вы можете видеть. Сейчас мы обновимся и посмотрим, что там есть. И работает ли действительно микрофон. Да. Будем использовать этот кейс. У меня распаковка его есть на моем канале. Правда, на английском языке. Для удобства будем использовать GoPro в связке с этим кейсом. Чтобы было удобно нам монтировать микрофон. Так, еще вот эта боковая стеночка открывается. Очень удобная штука. Всем рекомендую. Если вы собираетесь использовать внешний микрофон. Must have. Закрыли. Надавтор сюда. Поставили. Раз. USB-C. И микрофон. Микрофон закрутили. Кстати, я не использую стандартный DeadCat от Rode VideoMicro. Потому что тогда камера захватывает. Он попадает в объектив. Я использую вот эту пену. Заказал на Алиэкспрессе. Ссылку оставлю в описании. Кому интересно, очень классная штука. Она намного меньше, намного компактнее. С нее не сипится этот мех. Ну что, сейчас обновимся. Вернемся назад. Проверим, работает ли микрофон. Ну что, камера наконец-то обновилась. Кстати, произошло это не с первого раза. Приложение при первом запуске не обнаружило прошивку. Пришлось зайти в него и выйти несколько раз. Потом было всплывающее окно. Наличие обновления. Но информации в нем никакой не было. Было просто пустое поле. И поле сведений. О обновлении и лицензионного соглашения. Но с третьей попытки все получилось. Обновление прошло спешно. Сейчас посмотрим, какая версия прошивки у нас теперь. 0.1.550. В данном случае написано. Возвращаемся сюда. В модуле. Модуль объектива Max и медиамодуль. То есть, внешний микрофон, вход и выход и не появился. Вся пункт в параметрах. Как в первой прошивке GoPro был. До того, как GoPro потеряла возможность подключения модуля. Но должен адаптер работать. Подключаем. Раз. Подключил. Заходим в модули. И вот видим, что пункт микрофона добавляется в медиамодуль. Тут же стандартный микрофон. Стандартный микрофон плюс. Микрофон с питанием. И линейный вход. То есть, этот функционал вернулся. Можем установить наш красивенький микрофон. Подключить его. И в скором времени я планирую протестить разницу в встроенном микрофоне и во внешнем микрофоне. В GoPro Hero 9 Black, конечно, разница будет. Но это уже будет в другое видео. На данный момент, то, чего мы ожидали 3,5 месяца. Я знаю, что для кого-то это было важно. Реально использовать внешний видеомикрофон для GoPro. Наконец-то они дождались этого. Этот момент свершился. В общем так. Всем пока.